Парикмахерский искусство Парикмахеры в международных конкурсах, работа в интернациональной команде известного бренда и, наконец, свой собственный салон-бьюти-пространство парикмахеры – вот лишь начало пути этой амбициозной девушки. Выбор у меня никогда не стоял. У меня мама парикмахер, поэтому я и стала, наверное, парикмахером. Вот есть такое понятие, как сын полка, а я дочь салона. Поэтому все мое детство прошло, в принципе, в салоне красоты. И если, допустим, какие-то мои одноклассники после школы бежали гулять, то я садилась, ехала к маме в салон, и меня в какой-то период уже воспринимали как полноценного члена команды. И я ходила хвостом за каждую, спрашивала, что-то интересовалось. И поэтому, когда я сейчас смотрю на молодых специалистов и помню свои ощущения, мне всегда хочется делиться с ними. Я училась, познавала какие-то азы. Что такое молодой парикмахер, еще не знающий всего того, что происходит в химических процессах, связанных с волосами и тому подобным. Все пробовалось на себе. Все цвета, все, что вообще можно было и нельзя, мои сокурсницы пробовали на себя. Но у меня была мама, которая говорила, так, стоп, подожди, давай подумаем вместе, а может быть вот так. И это меня и тормозило от каких-то ошибок и жертв. Вообще в моей жизни мама очень большую роль сыграла. Она была и есть большим авторитетом для меня, и очень близким другом. Я училась на парикмахерах. Мне было 17 лет. И мне предложили пойти, одна моя подруга, попробовать позаниматься модным тогда современным танцем, хип-хоп направлением. И, в общем, оно меня так увлекло, что мы уже на какой-то более профессиональный уровень начали выходить. Мы ездили на чемпионаты, занимали первые места, мне дали кандидата в мастера спорта. Это было отдушина, очень такое серьезное увлечение танцы. Но сказать, что танцы занимали всю мою жизнь, ну, это не совсем правда. И приоритеты в определенный момент уже все были расставлены. Потом, по той причине, что в сердце моем танцы все равно живут, и любовь к музыке, мы до сих пор общаемся со всей командой, и теперь они уже танцуют в моих шоу. Копятся идеи, копятся мысли, которые ты, увы, но не всегда можешь выразить в салоне, да? А где-то надо это сделать. Потому что если тебе дана энергия, тебе нужно ее потратить. Одно из самых больших шоу, в которых я принимала участие, это было шоу в 2015 году, был флешмоб, в котором участвовало 275 парикмахеров. И они выполняли одну и ту же прическу параллельно вместе с нами, с теми стилистами, которые стояли на сцене и учили тому, как сделать ее. И опять же, все это мероприятие заражало и вдохновляло мастеров, парикмахеров. Это тоже очень полезно. А где нам вдохновляться? Вот на таких мероприятиях. Что касается международной работы. Началось с того, что я выиграла в конкурсе колористов, заняла по России первое место, и призом за первое место являлась поездка тогда в Лондон. Я поехала на большую выставку, невероятные были эмоции. Еще было две победы, еще снова я ездила, уже тогда в Лас-Вегас, в Америку. И все мои поездки за границу на самом деле сводятся и по сей день к обучению. Я еще, к сожалению, не работаю там, как полноценный член команды интернациональной, пока я только учусь. Но этот опыт все интереснее и интереснее. В планах я бы хотела быть в международной команде и иметь возможность там работать. Когда начинаешь выходить на новый уровень, тебе кажется, что все, что ты знал, рушится под ногами. Ну, это, наверное, и заставляет тебя перешагивать и идти. Я вообще человек, который очень мало что знает в бизнесе. Просто я понимаю все эти ошибки, которые я допускала, я их запоминаю и исправляю, анализирую, да, и делаю так, чтобы в следующий раз у меня этих ошибок уже не допускать. У меня есть задача создать очень правильный микроклимат в рамках пространства. Этот микроклимат должен помогать продуктивной работе. Что касается дружбы в коллективе. Мы все очень дружим, да, но когда дело касается работы, я обозначаю границы изначально. Если бы мы просто стригли и красили волосы, не думаю, что парикмахеры были бы так успешны. Каждого человека заставляет приходить в салон ощущение, которое он с собой забирает. Как бы круто человеку не была создана стрижка, либо окрашивание, с технической точки зрения. Если в этот момент он не чувствовал заботу о себе, он не останется доволен. А за ощущением комфорта всеобъемлющего, которое включает в себя много факторов, на самом деле это очень глубокая тема, за этим и приходят клиенты в салон. Вот то, что мне хочется создавать. Мне кажется, я вообще могу вдохновляться от всего вподряд. От абсолютно всего. Начиная от необыкновенного общения со своими клиентами, общения с друзьями, вообще природа, музыка, выставки, интернет. Вдохновляешься абсолютно всеми. У меня вот один из любимых, допустим, магазинов, в которые я люблю ходить, это строительные магазины. Но это что касается каких-то шоу. Проведение, поиск новых фактур, новых материалов, каких-то нестандартных. У нас, мне кажется, воздух в мире насыщен вдохновением. Только мы сами можем выбирать, чем вдохновляться. Ограничивать себя мы тоже можем сами. У меня есть твердое убеждение в том, что самая большая ценность в жизни – это люди. Они дают тебе возможности, они дают тебе вдохновение. И все от этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова